Привет зрители! Я сегодня забрала наконец-то свет, который пришел еще вчера, но он задержался в доставке. Пришел он вчера довольно плотно, мне сил не было за ним ехать. Скорее говоря, у меня и сейчас сил нет. Я последняя за три, что-то какая-то вообще сонная. Тут, ну не то чтобы дыра была, я взяла и там оказалась дыра потом. А потом, когда я зашла до ближайшей остановки, ближе чем на механке, ну на паровой, короче. Я уже подумала, что тут ручка сделана скотчем. Так вот, это та световая панелька 30000. Я еще прихожу к выводу уже третий раз, наверное, за полгода, что мне надо внешний жесткий диск, где-то на 2 терабайта снова. Жаба меня тушит на него два года назад, или когда я его дам 5 тысяч, а сейчас все тоже самое, но уже где-то 7 тысяч. Поддержи, зритель мой канал, а? Я куплю себе тогда внешний жесткий диск. Он как раз под все вот это ютубное. Ютубный материал, как мне говорят. Запаковано, конечно, на славу. Ой. Вот оно. Световая панель мечта сбылась. Надо сейчас ножик какой-нибудь или ножик. Чем это от собачьего такой. Ай да я от собачьего. Я как бы штатив-то не особо хотела, а хотела просто польцовую, ну эту, в кольцовую мою мою, эту панель световую. Но она шла со штативом. Ушла, да ладно, пусть идет. Насколько я поняла, тут штатив такой, одно название. У меня есть такой штатив. Ой. О, ну. Если это именно тот штатив, который я покупала за 37 рублей, то вот такую всю же лампу надо тот штатив, который я повторно покупала себе для камеры. Что у меня тут? Хорошо. Позвала человека на чаепитие, на конфеты, которые мне Аня прислала. Правда, я еле живая, вообще нет. Я сейчас обозрю и потом скажу человеку. Если ты к 8 дней явишься, то я спать пойду. Я еще как-то вставать в проничку, за молоком ехать, точнее идти. Надеюсь, разгребли снег до дороги в выдрах. А то наша встреча молочная. Все как переносится, переносится. Даже как-то грустно. Так. Ничего тут нету больше, да? Вот тут. Все раскручено. Выглядит он, ну, может, чуть понадежнее, чем тот, что я купила. Хотя ты не знаешь. Он скорее чуть потолще, чем тот, который я купила. А вот оно. Зачем оно тут расслаблялось? Какое тут надо, блин, крутить, чтобы оно совсем расслабилось? Короче, вот это проблемные такие штативы. Тут геморриться надо, чтобы оно... А, вот оно. Ну, может, оно и не проблемное, но... У меня с ними проблемы. Да, он чуть-чуть понадежнее, чисто потому, что вот эта вот сама трубка, она потолще, чем мой. И у него нет крышечки вот здесь, а у моего была вот такая крышечка. Ну, у меня она есть там, как бы... Нет, у меня есть тут черные крышечки. У меня есть, она лежит отдельно, потому что так на этой головке у меня стабильно что-то нацеплено. А тут нету этой крышечки. Нету. Ну, зато труба потолще. Так, а это у нас... Кошка у меня страдает, потому что я тут все это последние дни. Либо сплю, либо никакой. И она тут как-то... Я подозреваю, что я чуть-чуть простудилась, потому что... Я ее... Ну, она отпросилась на балкон. Я ее отправила на балкон. И как-то это... Забыла, что... Ну, она оттуда ушла с этого балкона. Я забыла, что мне балкон-то открыт, ведь. На тот момент было там не скрывать, что... Пойду-ка я за ножиком. А, у меня же есть тут ножик. Хотела сходить за ножиком, который канцелярский. Сходи. Во. Надеюсь, это все больше. Ничего не надо прорезать. Попади, блин, в дырочку. Профессиональное фото-видео. Лет-лайт-киты. С остерочками. Ну, как бы там говорят, что в этих лампах изначально вставлены были аккумуляторы, которые продаются отдельно. Потому что есть выемки под эти аккумуляторы. Ну, мне, в принципе, аккумуляторы не холодно, не жарко. Мне можно и от сети. Аккумуляторы хорошо, если куда-то выходишь, ну, или там цвет отрубился. Что у нас тут? У нас тут. Евразийский экономический союз. Дата зарегистрированная декларация 12 сентября 2022 года. Тут даже печать. Сельфио и с таким глобусом, блин. Гарантия на это все идет в год. Наименование У-800 гарантийный талон. Даже подпись тут есть. По вопросам гарантии обращаться по телефону 800-бла-бла-бла. Горк на Сибирск. У меня сегодня еще конфеты из Новосибирска пришли от Анечки. Внимание! Не разбирайте и не ремонтируйте кольцевую лампу. Почему вот это называется кольцевым лампой? Они их это... Прямоугольник от круга не отключают, что ли? Самостоятельно обратитесь к специалистам при завершении работы. Вынимайте шнуры сети батареи из лампы. Гарантийный ремонт. Доставка оборудования. Гарантийный срок эксплуатации до свистов с момента продажи. Ну, соответственно, еще как было 12 месяцев от... 12 месяцев у них, ниже равны 12 месяцев, а зон фото лампа. Гарантийный тазель. Fotolampa.com Да, как говорили, там Милки Вейв сидит в Мини. Мини Вилл Милки Вейв. Мало мне конфет, теперь еще и Милки Вейв. Бот. Попьем с чаем потом. Милки Вейв. Я вообще люблю Милки Вейв, правда, я его как бы не покупаю. Редко не покупаю. Тут он бонусом идет, кнопка, у меня никогда не было. Андроид и Яблофон. Камера 360. Ну, этот, типа, нажал-то надо какую-то специальную пробу, наверное, расставить на телефон. Где он у меня тут? Чтобы она сработала. Так, конечно, порвано это все. Да, тут вот как раз идут аккумуляторы на самом деле. Где лежит конфетка и больше ничего. Ну, видимо, оно из Китая приходит укомплектовано. А чтобы избавить цену или навариться, они часть достают, проверяют компрессацию. Ну, в смысле, проверяют обзоспособность. И вместо аккумуляторов стоит бонусом вот эту конфетку. Так, тут очень даже приличная головка под лампу. А ее можно положить. Ну, тут практически я путаю этот горячий-холодный башмар. У меня похожая есть, но тут она еще разденяется. По идее, можно вот это снять. Она более плотная. Кошка, уйди нафиг, а! Она более плотная, и у меня похожая есть. Ну, вот это я от экшн-камеры. Вот тут гаечка вот эта, можно это разобрать. А может и нельзя разобрать. Ну, короче, ладно, не буду разбирать. Но ее можно закрепить. Ну, в смысле, допустим, не прямо, а вот так вот. Вот так, допустим, поставить. Довольно качественно, добротно сделано. Учитывая, что еще и трубка потолще, чем у моего. За 300 с чем-то там. Но тут тоже крутится. Ну и... Сейчас сюда просто присобачу. Так можно сделать. Ну, я думаю, в принципе, можно положить на площадку, на которой сейчас у меня стоит диджайка, и на... Эра про чего-то там в штативе. Вот это тоже... Раздвигается, раздвигается. Не помню, вот он на 2 метра, или как-то так. Тут у нас... В розетку вставляется, и здесь вот он похож на... Как вот, ну, к некоторым ноутбукам такая штука. Сделано у нас в Китае. Адаптер 15V равно чего-то там. Пунктиром A4, 4A. 50-60 Гц. О! Тут он какой-то этот значок, наверное, когда оно включено в сеть. Говорят, что, типа, там неудобно, вот, что вот это перевешивает с проводом. Ну, приноровлюсь как-нибудь. Аккумуляторы на неё, кстати, похожи, как вот на Sony камеру, если... У меня на это внешний аккумулятор... Ну, дополнительный, точнее, аккумулятор не купила. Зато я купила проводок, который может питать и снимать. Правда, на Sony я сейчас редко пишу, но это не значит, что на неё совсем не будут писать. Вот такой провод. Вилку буду использовать через переходник. Тут, по-моему, ещё какое-то что-то типа ручного штатива. Более всего. Я, откровенно говоря, не помню, ну, забыла, что там было. На, вот тут. Вот это явно под аккумуляторы, потом под зарядное устройство, но для аккумуляторов, вот это не знаю для чего вообще, хреновина. Ну, в общем, тут вынули аккумуляторы зарядным устройством, зато бонусом нам кинули кнопочку, вот эту конфетку и ручной штатив. Ну, да ладно, я, в принципе, не с претензием. На картинке-то она кажется чуть побольше. Там чуть побольше были, но без створочек и немножко другие. Вот они полностью, как пальцевая лампа. Я не была уверена, как у неё цвет будет от неё. Хотела спросить, кого не печатать, но думаю, чик знает, чё вы как. Тут он пакетик, а, это пакетик от этой. Вот, в общем, тут головка, значит, из того, что нам заменили аккумуляторы и под зарядное устройство для аккумуляторов, заменили его на кнопку, вот эту вот, для селфи, на конфетку и на ручной штатив. Она двухцветная, тут тёплый и холодный должен быть цвет. От 3200 до 6500 этих самых К. Ещё такие же есть, ну, РГБшки, в смысле цветные, помимо прочего, но я почитала в описании отзывов, вообще информацию, что они как бы более тусклые, чем если просто белый свет. Вот тут круть вверх, вклывыкал. Вот сюда включается этот самый, вот, ну, тут, в общем, короче, инструкция, видать, как-то ушла погулять. Может, на коробке с другой стороны написано чё-нибудь. Нет, ничего не написано. Ну, на самом, в этом, на озоне гляну. Там просто какой-то вклывыкал, который вот, включаешь, оно работает только от аккумуляторов, или включаешь на другое, оно работает только от сети. Тут вот эти, регулировка температуры 5600К максимум и 3200К максимум. И цвет батареи, вот, ну, показывает, сколько там зарядки, если вот батарея есть. Может, потом как-нибудь куплю эту батарею себе. В смысле, две, соответственно, батареи. По цене она примерно, ну, чуть подороже выходит. Ну, где какая, короче, можно найти. Там можно так же вот за 3,5-4 купить эти две штуки батареи. Вот я не знаю, как тут вот это сажается. Ну, можно, короче, вот сюда посадить. Вот здесь вот, на штатив зырках. И вот здесь. Допустим, если вот сюда. Ну, в общем, оно может так вот просто стоять. А если наклонить надо, то, видимо, будет вот сюда собачивать. Сейчас я мелких точечек эту собачу. Я там пишу, да? Смотрите, к нишу. У меня тут даже клавиша пауза стоит. Я только сейчас увидела, блин. Ну-ка. Оказывается, или я только сейчас увидела эту паузу. Или у меня какой-то режим шеи. Ну, в общем, я вдруг увидела эту паузу. Я знаю, что на камере эта пауза есть. Но на мониторе я что-то только сейчас увидела. Короче, я сейчас сравнила его. Да, он этот. Ну, как бы он действительно примерно как формат планшета. У меня вообще треножка есть от другого штатива. Я покупала когда-то специально для микрофона штатив. И вот там она... Штатив было двух штучек. Вот треножка и отдельный монопод. Вот оно всё вместе. Ну, вот тут оно как бы на стол можно поставить. Можно вот так. Ещё есть отдельная треножка, как дополнение к штативу. Ну, он не штатив, а этот... Фейерсейч Вамба Ван. Который, по-моему, я до сих пор не смонтировала. Так. Они так вот, ну, другое, короче, отходят. Дяту эти штучки. И тут действительно... Ну, в общем, такая вот белая как бы панелька. А то некоторые лампы, я смотрела, там он прям без защиты, прям эти фонарики были. Давайте мы, что ли, её сюда присобачим. Сюда она, наверное, не встанет. Да, сюда она не встанет. Туда вот встаёт как раз вот этот маленький. Та маленькая панелька. Ну, чисто для теста сейчас. Я думала, что я её заберу и буду при ней писать обзор ухода на декабрь, но сил у меня что-то нет. Так. Как бы это... Чтобы вдруг кому-нибудь глаза не долбануло. Сейчас я это глоткну. О, тут сбоку ещё можно поставить. Я читала, что сбоку можно. И с этого, и с другого, в общем, вот сюда ещё можно слева и справа подсоединить. Можно там какой-нибудь через переходник, там телефон, ну, камеру, телефон, ещё что-то. Или самой её поставить не так, а вот вертикально. Так. Сейчас я просто покажу. Туго она, по ходу дела, встаёт. Я не знаю, как она тут. Где-то я читала, что она там очень туго встаёт. Там даже... вкрути меня, если можешь, да? Нет, это, конечно, круто, ребята, что вы сделали, что она так туго, но, блин, ну, не настолько же туго. Даже если я толкаю иногда гирю, мне и то тяжело эту штуку делать. О! Да будет связь, сказал монтёр, что-то у меня упало. В общем, вот, видите, этот огонёк, он действительно, это не наклейка, он действительно горит. Что я гляну, что у нас там упало? Ой-ой-ой, что упало-то хоть? Что-то упало, но мне это надо, видимо, доставать с другой стороны. Ладно, потом достанем. Так, можно этими регулировать, соответственно, свет. Вот оно как бы, ну, вот, таким квадратиком. И оно, видимо, у меня включено уже было. Вот сейчас, короче, то есть на нуле оно выключено. На единицу, это, видимо, когда оно от аккумуляторов. И на двойке, это, когда оно от сети. Это у нас вот желтый цвет, наверное, пошел. Я не знаю, куда бы так направить, ведь, чтобы оно, ну, на камеру было. Это вот очень яркий, это, видимо, белый. А это желтый. Я сейчас кручу левой рукой. Это тусклый. Это, наверное, теплый все-таки. А это холодный. А это вот они вместе. Ну, что, нормально так. Три с половиной ксария. Домиком таким сделаем. Так, у меня тут провод мешается. Вот. Это они обе выдвинуты. У меня горит эта батарея посередине. Уж не знаю, что она мне показывает. Вот, чек. Ярко-ярко. Это у меня сейчас левая, вот это вот. Ну, свет просто. Есть ли какой-нибудь толк, когда я добавляю вот оно как-то немного, немного как-то цвет все равно изменяется. Это сейчас они обе выдвинуты. Сейчас я убавлю. Вот я выключила. ну, она как бы выключила, да? Это у меня правая, она как бы за желтую отвечает. Видимо, за теплый свет. Сейчас я добавляю левый. Но он просто поярче делает. А это сам по себе вот этот белый цвет. сейчас я выключу цвет просто потолочный. Это у нас на максимуме. вот оно. Вот так. И добавим свет обратно. я ее выключила. Вот, зритель, у меня такой теперь есть свет. Если ты хочешь сказать спасибо за видео, то можешь это сделать в денежном эквиваленте по сильной помощи. Где-то будет облачко, типа, подержи, или Ольга может подписаться на Бусти там, на Мунбанге или еще на что-то. Можешь вот мне прислать на обзор, как Аня сделала. Ну и это. Короче говоря, я надеюсь, ты это посмотрел. Тебе, может, там, захотелось купить такую же штуку. Я артикул оставлю в инфобоксе. Покупала это на Озон. Я просто считаю, что на Озон лучше, ну, надежнее покупать на Озон, потому что действительно гарантия, как бы, есть. И все такое. Модель это LED U800+. Ну и что тут оно? Максимально, да, кстати, тут на максимуме свет это 50 Вт. Я хотела вот именно такое. Есть еще еще на 60 Вт, но в общем, я не помню, почему. А, там не было гарантии или что-то такое, что он покупает, как бы, кота в мешке, где было то рабочее, то нерабочее. Либо оно было чуть-чуть поменьше. Ну, в общем, в итоге я изначально хотела, и вот на это я остановилась, и она была тогда 5000, потом она была уцененная примерно за те же деньги, там, 3400, что ли, оно было. А потом внезапно я зашла, и, ну, смотрю, оно стало 3500. Я заказала, только я заказала, у нас стало 5000. Такая у меня лампа теперь есть. Всем спасибо за просмотр, ну и пока!